Здравствуйте! В эфире программа «Знай наши» и я, ведущая Анна Лапо. «Дешевле только под дождем», — говорит более 50 тысяч могилевских автолюбителей, которые выбирают для себя сеть автомоек «42енота». Сеть самообслуживания «42енота» часто сравнивают с «МакДрайв». Только здесь вместо того, чтобы быстро перекусить, можно быстро, качественно и, главное, недорого вымыть свой автомобиль. А сейчас «42енота» предлагают новую услугу размещения рекламы на пяти автомойках Могилева. Это красочные баннеры для солидных клиентов. У нас в Могилеве появилась мойка самообслуживания «42енота». Сказали, что это самая лучшая мойка в городе. Сегодня мы узнаем, почему и как правильно мыть машину. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Николай. Заехав на открытую площадку, я обнаружил, а места-то здесь много. Можно помыть как авто-гольф-класса, так и большой микроавтобус. Ну а теперь нужно купить жетоны. Делается это очень легко. Так, 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 смотрим. 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч. Кстати, гляньте, 42енота. Фирменная. А где «Чеканинга»? В Бельгии. Более того, эти жетоны имеют пять степеней защиты. Подделать невозможно. Невозможно? Нет, невозможно. Теперь разберемся, как работает бесконтактная мойка самообслуживания. Это блок управления. Здесь все просто. Кнопки выбора программ, мойки, их четыре. Жетоноприемник, кнопка остановки программы, специальный пистолет и шланг высокого давления. Рядом простая и понятная инструкция, в которой описан процесс мойки с расшифровкой. А именно, какой эффект дает та или иная программа. Программа номер один. Активная пена. Ну, поехали? Да. О! Так, секунду. Так, секунду, секунду, секунду. Неправильно. Первая моя ошибка – я не нажал на пистолет. Вторая. Нужно подождать пять секунд, пока пойдет пена. Вот, пошла пена, да. Обывается в начале колеса. Вместе с арками. После этого вы наносите снизу вверх, снизу, 20 сантиметров. Нет, 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 нет. Вот на таком расстоянии. Так. И ровными движениями. И это важно – снизу вверх. Оно и понятно – грязи на авто всегда больше внизу, а значит, нужно больше времени, чтобы моющие вещества, входящие в состав активной пены, справились с грязью. Самое главное – пена создается не из порошка, а из жидкой химии. Это спасает кузов авто от метких царапин во время мойки. Да, порошка нет, вот чисто гель. Ничего там не этот самый, не царапает. Активная пена сделала свое дело, теперь переходим к программе номер два – ополаскивание. Это поможет убрать с кузова автомобиля остатки загрязнений и химических срезов. Да, еще ополаскивание автомобиля происходит умягченной водой и делать это нужно лесенкой сверху вниз. Еще вот главное – вот эти вот места вымывайся, чтобы оно от пены. Ну, да-да-да. На ополаскание у меня ушло чуть больше одной минуты. Впереди меня ждала программа номер три – нанесение воска с эффектом сушки. Фильтрованная, умягченная и деминерализованная вода с полимером новейшего поколения покрывает чистую поверхность лака тонким прочным слоем, что позволяет обеспечить защиту кузова автомобиля от грязи и атмосферных факторов. Там воды и солнца. Наносится одним слоем на автомобиль. Обильно его не наносить. На эту операцию у меня тоже ушло немного времени. Ну, теперь осталось мне только смыть воск, а за это отвечает программа номер четыре. Кузов промывается смягченной и деминерализованной водой. Вода без минералов и солей. После этой функции на автомобиле не будет ни разводов, ни пятен, и протирать автомобиль тоже не надо. Отлично, Николай. Супер. Стоп. Итак, подведем итог. Чтобы качественно помыть свой автомобиль и покрыть его воском, я потратил вместо внимания 30 минут всего лишь 7. Для меня это новый рекорд. А для Александра пройден этап. Вы за сколько моете машину? За два жетона. Подождите, за три минуты? Да. В этом я убедился лично. Итак, нанесение активной пены. 40 секунд. Ополаскивание. 55 секунд. Нанесение воска. 25 секунд. Чистовое ополаскивание. 50 секунд. Итого 170 секунд. Теперь вы верите, Николай? Да, теперь я верю. Теперь я жду чемпионата, который вы обещали. Понял. Хорошо. Все, хорошего дня. До встречи. Спасибо. До свидания. С вами была программа «Знай наше». Предложений в этом мире так много, но правильные знаем только мы. Поэтому оставайтесь с нами и до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова